сейчас у нас без 27 сегодня у нас 14 сентября 2016 года вот я пришел уже все закончил в интернете вот никита сегодня занял место володе у нас хлеба то здесь не продают сами готовить они как разводят заранее в муку вас насколько заранее с вечера или как ящик от наполняете до печка то топится будет а почему сегодня никита стряпает почему ты сегодня стряпаешь что они володи володя травмирован травмирован а как он травмирован и где вы лучше знаете вы там были меня там не было на столе еще готовят тут сегодня среда а послезавтра у нас престольный праздник а вот он и сам виновник торжества вот видишь как сидит нога левая гипсу вала вот и ваш хоть маленько рассказать что ты как сделал все в каком месте больно то повредил то вот здесь на сгибе да на подъеме вот это подъем это нехорошее место долго будет там тебе надо особый взъем плоскостопие да к варьбе не берут ну коротко скажи еще случилось это как но мы с вами дерево приподнимали но немножко там поставили не знаю как сказать подробно опиши как дерево упала или ты с дерева упал много рядом с деревом поставил и она соскользнула и ударил по ноге ну то есть то вот так я могу сказать она была вертикальная дерево то как она стояла дерево само отскочил от земли ударила тебя или как вот дерево стояла рядом ну кто поймет филили дерево чтобы другие то этого не попали в такую аварию то я то в это время где был рядышком в это время что-то делал я почему я не видел как это случилось то как я объясню это надо показывать так то не объяснишь как ты объяснишь очень даже просто показывать вот деревья растут вот вот эти показы на ножах показывает дерево ложка это все дерево и еще там было как мы его спилили дарить и местность надо показывать тут несколько деревьев то есть мы его спилили он ниже как там сказать тут небольшой бугорок стояла потом соскользнула я рядом ногу поставил и там упал упал на ногу мне прямо ударил я не знаю даже как это объяснить трудно восстановить я слышал ты как ты закричал я говорю еще еще у тебя говоришь ногу придавило а в это время мы как раз это дерево которое подвешенное было на веревке вся тяжесть вот нужно было его вытащить она застряла между другими деревьями которые рядом растут они все над проводами наклонившиеся надо было убрать ты вот еще пояснить то надо и она зависшая и комель его застрял между другими деревьями его они как из одного дня будто бы растут и ты туда во внутрь залез в этот промежуток ногой так я говорю а зачем ты залез то туда а чтоб поднять ну да перед собой когда поднимаешь чем сбоку то лучше удобнее было в это время я искал кажется какой-то пенек что ли там подставить надо чтобы поднял и на нем на высоте можно постепенно его поднимали то и она тебя тут давнула спирата нормально я по массе по массажировал она прошла то есть я себя хорошо чувствовал ты где гипса где наложили гипс здесь вот так а куда как попал в больницу то я я сначала расскажу по массажировал прошло все два часа примерно исходим там до обеда работали еще а после обеда вот у меня началось это я начал прихрамывать то есть немножко больше уже после того как придавила ногу еще работал работал да то есть а потом мы пообедали мы туда пошли я чувствую что у меня с ногой ну думаю ладно в это улице мелочи как говорится и начали работать и смотрю меня все хуже и хуже на ее наступать и потом вот вы сказали идите там присядь там посидеть а я чувствую что она все хуже и решил вот сюда прийти в лагерь наш бред сказал что я сказал холодно приложить вот и сказал холодное сюда приложить я пришел я у меня как как говорят тиски как начал вот так вот сковывать а здесь тянет эту вот эту саму подъема это не пойдем этот как называется такой вот это не плоскостоп и обычно было я просто чуть не взвал там уже в келью лежал не мог ее никуда деть она в любом положении и просто ломает ломает и тянет там как-то не знаю и пришлось звонить вот никите он уже там барабашам позвонил можно у него спросить как дела что-то он искал какие-то документы и туда полюс там страховой полис а где у тебя был у меня был в документа документы были на на пекарне там залез на третий этаж на долго сидел считаю но я тут у меня память подвела потому что я никогда не обращался за этим страховым полисом мне не нужен был это по настоянию сестер наших я вообще его почти не полу не хотел получать сестра вот это вот и лена барабашна стояла на этом что получи получит внутри получил возил тебя кто в больнице то ли на барабаш сколько время туда ехать километр не знаешь километра я вроде бы 70 насколько я помню сколько 70 60 или 70 это туда приехали в больницу сразу да но еще там зашли или как зашли она пояснила причина я объяснил что дерево упал на ногу она даже никакие эти как сказать а не узнали что есть потеряете то наверное это кто дежурный то был у них там ухо горло нос она там из-за хирурга из-за всех врачей то есть они дежурят в ночную смену из-за всех врачей отвечает там из-за и что она она посмотрела чего это пальцы подвигала больно грунет а вот в этом месте уже больно стало она вот гипс наложили забинтовали она сказала что приезжайте послезавтра завтра и не будет как сегодня уже утром то есть ехать 15 до она говорит посмотрим через рентген рентген покажет уже сломано и сломано то есть сейчас только предположительно предположительно что большой ушиб просто может быть порвало что-то может порвало я не знаю ну ты шагал то и как же после этой аварии еще работал и не знаю ну не долго но работали же мы же вытащили это бревно то я его покажу потом отдельно сфотографирую ну ты сам это как рассматриваешь что это у господь тебя любит или а что интересно вчера не вечером звонит наш батюшка и отец якин а откуда ну не знаю откуда из дома или откуда он такой гачок господь тебя больше любит чем меня я так и только ребро сломал а ты где ногу сломал горит и сам смеется так сломал да он с велосипеда упал и ребро сломал он же ездил вчера в город и там на рентген ездил в барнаул где он брякнулся то я не знаю где он упал с велосипеда упал почему матушка то и попросила вчера картошку копать то мне что батюшка не мог ты вчера еще этой ногой давил к вилл или лопата была но это до ушиба я спросил у него вилла она говорит у меня вилл нету ягид отдала и гнатью год назад свои потому что мы ими не пользовались ничего она не отдавала я думаю что она у меня взяла у них только лопаты я спросил правил ангет у нас вилл нет только лопаты куда-то вилла у меня вторая мне виллу подарили двое вилл у меня было такие особый широкий рожок еще вчера ты перед этим я тебя записал ты яблоко ел шел подошел ко мне а я щас вижу картошку копал то до ушиба еще до удара еще целенький был ну ладно и ты так как смотришь на что ты способен вот с этой сейчас ногой то или так и будешь сидеть так вот держать ее на скамейке и сидеть ну только что-то по кухне делать а так то есть но и по кухне то ты можешь что-то делать ты себе не позволяй за это закисать то иначе тут беда тогда будет сейчас пока есть день-два пока пройдет торжество престольный праздник 16 так ты на 16 это в церковь пойдешь вот увезти тебя или не надо конечно пойду как костыли возьму да может пойду сам а костыли возьму и может сам пойду клюшку-то я тебе щар принес где она ну-ка покажи это моего собственного изготовления клюшка и почему интересно петя сломал петр григорьевич вот смотри какая клюшка то глянь какая-то из цельного дерева вот оно какое я делал раньше и он видимо уезжая и раз не нужно положил там на него до шлил дак я вчера я всю рашпилем заново ну-ка пасах покажи как у тебя на пожалуйста кузнещик прыгать теперь вот а то тут она возвращайся назад не нужен ты тут не подскользнись нигде лишь палочка уже подарена так вот и не было на улюб еще сходить к ней ну да там костыли может взять потом ну питайся тебе мужа сегодня с растительным маслом да зачем ну больному разрешается в среду льгота да не надо мне я больше чая буду пить просто а вот есть кинофильм зона но его пятюню там отправлять надо было на этап а от него показания были до чтобы не идти он между двух скамеек поставил ногу один один сверху прыгает и ногу ему ломает видел 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 вот так умышленно делает ноги ломают даже чтобы его не отправили то но и он остался правда это не помогло нисколько ладно во славу божию молимся теперь как о болящем ты маленько так то тоже думаю почему господь это допустил что это означает я все время вас упрекаю у вас нет чувства самосохранения вот туда залез ты я тебя показал ты мог туда не залезть и как ты туда залез между деревьями то у тебя отступать некуда было мертво то есть совершенно не обдумано было это надо сознаться так согласен вот так то есть залез понимать лучше да мало лучше то она не помогло и она же подвешенное дерево то ты его поднимаешь она на веревке висит как качели обратно я его качнул и и она сюда пошло тоже присаж какая тяжесть там ни один центр даванул ты тебе абсолютно некуда там деревья как опята вплотную как будто из одного пня не росли и ну там осталось теперь одному ничего не сделать пили думаю дождемся роман малыш приедет будет пилить а мы вдвоем потянем сторону чтобы ну не подвешивать и главное которое нависли убрали там один тополь остался все во славу божию себя рассматривая молись и знаешь что кого любит того наказывает господь не ропщишь нужно ни на кого да кто ведь виноват может быть как обычно там я тут сам виноват я наоборот это себя виноватым чувствую что достал другим хлопоты там лена попросил прощения столько времени у тебя отнял барабаша батюшка там падает тоже не первый раз в траве положил кто-то железяку и он есть в траве и не видит и едет и и ударился и упал и главное его как-то обыкновенные грабли вот такие вот которые были сейчас там ну сзади много как полукругом отрезанные железяки понес вороноке он упал под эти грабли представь себе и как он выскочил оттуда и посиди никто не знает ангел его вынес на кочке или как подбросил и она только поднялся в это время из-под граблей вывернулся не остановить ничего нельзя голову оторвало бы и без головы еще вот тащил и тащила дурной такой кость был воронок ну а славу божию я это покажу друзьям чтобы за тебя все помолились постараюсь сегодня сам ролик этот закачать ты пожелание какой дашь кому ну быть осмотрительным молиться в этот момент ну такое видите залезть и вот так вот где нет никакого отступления повернуть это редко у кого бывает это не создать у на нашей работе такого и не было упала там сдвинул как-то там а здесь никак даже вытащить если бы как ты выдернул ногу то я понять не могу я же не полностью туда залез то ни одна нога там стояла только да и на одной ноге то ногу так как вытащить она как в капкан попала у тебя везде деревья и ты с той стороны залез вообще непонятно мгновенно среагировал просто все после этого то мы как лагами там начали вытаскивать вытаскивать кое-как его приподняли я там пенек достал и ну главное тут и один залез ничего не сказала а я-то копаюсь свое там делаю еще для меня даже это было не такой неожиданностью тут было даже один говорит вот видишь работать надо уже один заболел теперь вроде бы и я поврежусь но я говорю ты на зачем же на чужой болезни играешь что ну один меня тут сказал вчера дескать одного вроде угробил на работе а теперь еще я должен вам помогать тут неправда это все неправда как это было ну рассказывай дело в том что у меня третий день температура повышенная если меры не предпринять то сломаться могу тоже а то я сказал по поводу что володя сломался я не на вас не обвинял нет а вообще не было не знак это произошло да то есть они никакой мрази вас ничего не ну так ты ухаживать будешь за ним буду а просто температура забудь я не разу температуру еще в жизни не мерил потру это второй подбородок уже вы еще нужно нету бывает у меня сколько раз было картошку картошку на ней прогрессия ну болезнь закройся одеялом и как раввин какой там выйдешь оттуда все алло